Уровень отравляющих атмосферу выбросов с недавних пор существенно вырос в Ульяновске. Нужны уже не контроль, а конкретные действия. Власти и службы охраны природы активизировали деятельность в этом направлении. По поручению губернатора на территории города Ульяновска усилены меры по экологическому надзору. На сегодняшний день сотрудниками министерства за две прошедшие недели было проведено порядка 17 рейдовых мероприятий в ночное и дневное время. И за две недели было выявлено порядка 26 нарушителей, которые загрязняли атмосферный воздух. Однако самое первое мероприятие, на котором базируются рейды, это исследование состояния атмосферы. Его мониторят на специальных станциях круглосуточно. Оценки загрязнения неутешительные. За прошедший период наблюдений зарегистрировано 29 превышений по формальдегиду в диапазоне от 1,1 до 2,7 раза. 6 случаев превышения по гидрохлориду от 1,1 до 1,9 раза. И по взвешенным веществам 1,2 раза. И это только основные пункты. По свидетельству лаборантов, источники отравленного воздуха, гаражный кооператив Петров-Овраг, а также гаражи в районе Заволжской промзоны. Инспектор природы охраны, полицейские, специалисты эконадзора и мы выдвинулись в указанном направлении. В гаражах ведется хозяйственная деятельность. По законодательству, если он отапливается, он должен встать как объект мегативного водителя на ближайшую среду. Министерство природы должен стоять или газоочистное оборудование, или на трубе, или, если есть, печки. Пока нарушителя составляли протокол, остальные кустарные производства закрыли свои боксы. Достучаться до хозяев, несмотря на дым, идущий из труб не удалось даже полицейскому инспектору. Взламывать двери участники рейда неуполномочены. Однако работа будет продолжена, и от ответа не уйдет никто. На сегодняшний день в ежедневном режиме, совместно с министерством, и ежедневным, и по ночным рейдам проходим, с министерством по ГСК, по производствам, где это все ведется, где производится загрязнение атмосферного воздуха. Мы выявляем эти факты, и по возможности на месте выписываем акты, составляем о загрязнении воздуха и привлечении к административным отверстиям непосредственно и физических лиц, и юридических лиц. Иметь дровяную печь в гараже запрещает закон, однако ее можно зарегистрировать. В этом случае придется платить налог за дым, который выходит из этой печи, и ни в коем случае не топить ее крашенными досками, пластиком и прочим мусором. Многие ГСК стали похожи на бразильские фавелы, где есть свои законники, авторитеты, офисы, производства и свои правила. Однако они располагаются на территории региона, поэтому должны подчиняться общим законам. И со многими из них еще предстоит разобраться. Законна ли их деятельность, коммуникация, отопление, выбросы в почву и воздух? Минприроды, городской эконадзор и Уллправда ТВ следят за ситуацией. Павел Половов, Даниил Сурков, Новости Уллправды ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова